ВИЧ-эпидемии уже больше 30 лет. А люди до сих пор думают, что спидом болеют только наркоманы, секс-работницы и гомосексуалисты. Я не такой, меня это не коснется. Но мы все живем половой жизнью. А кто-то из нас еще считает, что если я один раз употребил наркотик, то я же не наркоман. Подумаешь, в жизни все надо попробовать. И вот этого одного раза бывает достаточно. Игла зараженного наркомана остается главной опасностью в распространении вируса. На втором месте – путь половой. Или же в 2% случаев ВИЧ переходит от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудью. В Приморье ВИЧ положительных людей становится все больше. Если сравнить этот год с прошлым, то число инфицированных увеличилось на 20%. А это 856 случаев, из которых половина во Владивостоке. Стабильно уже несколько лет лидирует Уссурийск, затем идут Артем, Находка, Спасгдальний и Дальнереченск. В Владивосток держался так все время 14-13 место, если взять из 35 территорий края. За вот эти последние два года Владивосток с 13 место перешел на 7. То есть мы отмечаем значительный рост ВИЧ-инфекции во Владивостоке. Врачи в первую очередь связывают это с синтетикой – сильнейшими наркотиками, искусственно созданными человеком. Популярность таких веществ принесла людям новые ощущения и старые болезни. Самостоятельно определить наличие вируса в собственном организме по каким-либо причинам практически невозможно. Единственный достоверный способ узнать об этом – это сдать кровь на вирус иммунодефицита человека. Сделать это можно бесплатно и анонимно. Впрочем, если у пациента обнаружат вирус, он имеет право никому об этом не сообщать. Только в случае передачи инфекции другому человеку пострадавший может подать в суд. Это является обязательной процедурой, поскольку на комиссию, когда устраиваешься на работу, на официальную именно, всегда требуется справка о том, что ты здоров. Андрей учится на шестом курсе медицинского университета и справку от него ждут в отделении травматологии. Но кровь на ВИЧ дают не только медики. Такую процедуру проходят люди многих профессий, в том числе приезжие иностранцы. За шесть месяцев 2014 года в Приморском крае обследовано 14 694 гостя из ближнего и дальнего зарубежья. Из них выявлено больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. ВИЧ-инфекция сифилис-туберкулез-42 среди выявленных больных с ПИДом в 2014 году граждане Украины составили 62%. Сообщает портал владмедицина.ру. От ВИЧ-инфекции от СПИДа вылечить нельзя. Вирус до конца жизни будет как в клетке находиться в теле человека. Но если обнаружить его на первой стадии и вовремя получить консультацию от врача, то шансы прожить долго остаются почти на 100%. Валерий Белоус, Вячеслав Петров. Новости на Восьмом.